Впервые в Новосибирске с 15 по 19 августа прошли семинары поклонения под названием «Скиния-2016». Более 70 служителей структуры прославления и не только собрались в одном месте из разных городов России. Идея провести подобную школу пришла к Анастасии Харитоновой год назад, и сегодня она стала реальностью. Это было год назад, это было в Риге, когда я сама проходила такое обучение. Просила нашего пастора Алексея Ледяева, просто меня благословить. Он подошел и начал пророчествовать мне, и начал говорить, что ты должна сделать такую школу. Я даю тебе благодать и наделяю тебе силой. И это зародилось внутри меня. Цель школы – достигнуть откровения о поклонении в духе и истине, а также развитии духовной и профессиональной части. Учителя ответили на такие вопросы. Кто такой поклонник? Что он должен делать на алтаре? Как он должен быть одет? Своим опытом служения поделились с учениками Алексей и Евгения Пронькиной, Анастасия Харитонова и специально приглашенный гость из города Харьков – Виталий Ефремочкин. Что такое пророчество повоза, это знание. Знание пророчества – это знание будущего, скажем так. Мужчина хорошо знает, что такое петь для Бога. Ведь именно с этого, 16 лет назад, начался переворот в жизни Виталия. На сегодняшний день Виталий выпустил более 10 альбомов. В основном это альбомы «Хвалы Богу». Хочется научить их верить в себя, мечтать. Мне хочется, чтобы их отношения с Богом усилились и укоренились, чтобы их было больше. Чтобы тайные комнаты появились не только в личной жизни человека, но и в командах прославления. Чтобы команда умела поклоняться именно командой, а не просто отдельными личностями. Проблема, по словам служителей, состоит в том, что христиане не до конца понимают, что же на самом деле значит поклонение и как оно влияет на жизнь человека. Именно в таком состоянии происходит встреча с Всевышним. Это то место, где по-настоящему переживаешь безграничную любовь Творца, где меняются сердца и переворачиваются судьбы. Поклонение – это образ жизни. Поклонение – это образ жизни. И это не заученная фраза, и это не шаблон. Это жизнь обычного верующего человека. Студенты образовательного процесса получили не только теоретические знания, но и практические. Ведь на мастер-классах ученики соприкоснулись с духовными дарами своих наставников. Эмоции очень много положительные, на самом деле очень много чего я получила. Но самое главное, что я получила, это то, что у меня огромная ответственность. То, что я предверник, я служитель, и я тот человек, который несет славу Бога людям. Здесь были на многие вещи глаза. Для чего ты играешь? Кто ты вообще на сцене? Какую миссию церкви несешь? Как двигаться? Нас прославляет. Уникальные знания, которые, я уверен, больше ты нигде не получишь. Теперь такие семинары будут проводиться ежегодно, выходя на новые уровни развития. Во всех филиалах церкви «Исход» месяц август был объявлен месяцем души попечения. Души попечения – забота о ближнем, забота о его здоровье, забота о его сегодняшнем дне, забота о человеке, души попечения. По словам главного пастора Алексея Пронькина, когда Бог создавал человека, он сказал, что душа наша живая, и она переживает разные времена в жизни. В такие моменты другой человек должен поддержать и помочь. Сегодня души попечения – это то, что украдено системой этого мира у церкви, либо совсем не библейская его форма. Цель каждого служителя – через заботу о ближнем, внимание и помощь людям приводить их в церковь и показывать Христа. Заботиться о человеке, заботиться о душе, заботиться о его быте, заботиться о его социуме. То есть это Божья природа. В Священном Писании говорится, что от недостатка попечения гибнет народ. Следовательно, если служение души попечения будет качественным, то люди не будут уходить из храма. Таким образом церкви смогут очень быстро расти и развиваться. Люди, если без души попечительства, они не познают Бога. То есть это надо найти общий язык с людьми, которые на уровне душевного, и потом вкладывать какие-то духовные вещи, духовные принципы, духовный механизм, как людям жить, как людям меняться, как людям становиться на ноги и получать свободу. Сергей Кривошеев около 10 лет служил Господу и в настоящее время является пастором церкви, сход микрорайона Пашина. По словам Сергея, при начале христианского пути души попечители внесли огромный вклад в его дальнейшую судьбу. У меня были духовные наставники, которые помогали мне во всех вопросах. В вопросах духовного, в вопросах личной какие-то были. Помогали и консультировали меня по поводу того, как строить семью. И это были ключевые моменты формирования меня как служителя. Теперь уже и сам Сергей старается быть души попечителем тем, кто нуждается в помощи, участии и заботе. Да, я стараюсь помогать многим людям, оказывать свое влияние, молюсь, служу. По словам служителей, иногда достаточно доброго слова, звонка, посещения или улыбки, чтобы поддержать человека. Это и есть истинное проявление Христовой любви, забота о том, кто рядом с тобой. Сегодня 2016 год. Вот с этого года церковь победит этот мир только души попечением. Это то, что не хватает сегодня. Люди одиноки, люди потеряны. И мы как раз выйдем с этим души попечением, когда мы будем составлять помощь или идти вместе с людьми по жизни, заботясь о них, просто поговорив и так далее, тому подобное. Если каждый сможет стать душепепечителем для ближнего, то наши церкви будут расти и процветать. 19 и 20 августа в городе Барнауле прошло служение «Палатки добра и чудес». Организаторами мероприятия были служители местной церкви «Исход», а также евангелисты из города Новосибирска во главе с Вячеславом Волковым. Наша деятельность направлена для спасения людей, чтобы более и более спасалось народу на вещи, как палатка. Они спасают людей, они приносят спасение. Сегодня за денежные купюры можно купить все, что угодно. А как быть тем, у кого нет возможности платить? Евангелист Вячеслав Волков со своей командой уже не в первый раз открывали подобную палатку. В шатре ежедневно получали благотворительные обеды люди без определенного места жительства. После обеда проводились детские программы с выступлением аниматоров, разыгрывались призы и подарки. Была также музыкальная программа и духовная часть. За два дня служения палатку посетило около пяти сотен взрослых и детей. По словам Вячеслава, главное – видеть благодарные сердца людей, ради которых все это делается. Они мотивируют евангелиста на дальнейшие подобные акции в других городах. Я вижу счастливых людей, вижу спасенных людей, которые спасаются на этой палатке, вижу счастливых детей, которые играют, вижу благодарных людей, которые кушают у нас, вот эти голодные, да, и как они приходят, как они им нечего дать, но они благодарны. Служитель церкви «Исход» города Барнаула Евгений Поправко принимал непосредственное участие в организации палатки. Молодой человек остался очень доволен проектом. По словам Евгения, такой пример вдохновил его уже самостоятельно проводить аналогичные мероприятия в будущем. Делать вот такие проекты для народа, потому что это, я думаю, очень хорошее дело, потому что через это многие люди тянутся и многие люди будут спасены. Всем посетителям и участникам очень понравилась палатка добра и чудес. Знаете, вот такие вот палаточные служения, они несут атмосферу радости, любви. Хочется верить, что такие мероприятия помогут людям обрести не только спасение души, ведь простое человеческое участие и доброе слово могут подкрепить на долгое время. Уважаемые братья и сестры, просим вас поставить свои мобильные устройства на беззвучный режим и до окончания богослужения не покидать зал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова